В эфире программа ОМК ТВ в студии Марины Некрасова. Здравствуйте! Ответ на вызовы времени. В компании «Металлоинвест» приступили к активной фазе развития новой масштабной программы «Бизнес-системы». Пилотной площадкой стал «Лебединский ГОК». Сформирована команда тех, кто будет стоять у ее истоков – навигаторов. Вместе с «Лебединцами» в нее зачислены также сотрудники других предприятий «Металлоинвеста» – ОМК, Михайловского ГОКа, Уральской Стали. Сейчас они проходят обучение современным инструментам управления различными процессами, которые им предстоит внедрять на практике – на производственных переделах комбинатов. Продолжит Софья Степкина. В процесс трансформации должен включиться каждый работник предприятия. Только в этом случае «Бизнес-система» будет работать максимально эффективно. Но на начальном этапе подготовку должны пройти те, кто будет стоять у руля этой машины перемен. Это руководители комбината, его структурных подразделений и перспективные инженерные кадры – те, кто прошел отбор в команду навигаторов. Все они приняли участие в первой топ-командной сессии. Сегодняшняя сессия посвящена совместному участию руководства ГОКа и новой команды навигаторов, новой команды «Бизнес-система» совместно с нашим участием, чтобы поговорить о том, каким образом мы будем строить бизнес-систему, развивать бизнес-систему совместно с участием руководителей ГОК, с участием команды. И получить представление общее о инструментах бизнес-системы, об основных инструментах, которые мы сейчас начнем разворачивать буквально с завтрашнего дня, со следующей недели. И поговорить о том, каким образом мы будем это делать. То есть, какие у нас будут планы, как мы будем организовывать управление программой, как мы будем организовывать ритм встреч. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы хотели бы сегодня поговорить о том, что нам всем и руководителям, и команде «Бизнес-системы» необходимо было бы изменить в себе, как правильно посмотреть на то, что мы сейчас делаем, и понять, как нам по-новому это делать. Чтобы и свою собственную работу сделать более эффективной и правильной, стабильной, и своих коллег, подчиненных, вовлечь в эти изменения. «Лебединский ГОК» показал высокую готовность к развитию бизнес-системы. Такое заключение сделали эксперты, проводившие специальную оценку всех структур комбината. Основным фактором в выборе именно «Лебединского ГОКа» в качестве пилотной площадки стали успешная работа и полученный опыт в рамках развития производственной системы. Наше управление производством – это система. Нельзя управлять без системы. Нельзя хаотично управлять, потому что любое, тем более такое большое производство, как у нас, оно требует системности, требует четкого, внятного управления. Но сегодня мы уходим уже на термин «бизнес-система», исходя из того, что для того, чтобы производственная система хорошо работала, нужно включить в нее дополнительные области управления и жизни предприятия. В первую очередь, конечно, HR, то есть управление персоналом, управление и развитие наших людей. Это, ведь производство не живет в безвоздушном пространстве, это у нас с вами и организация закупок, это у нас с вами и в том числе охрана труда и промобезопасность, это у нас весь комплекс предприятия, весь комплекс, который есть в компании, всех направлений. Вот сегодня это называется бизнес-система, а производственная система – это часть бизнес-системы. Главная миссия в развитии бизнес-системы отведена навигаторам. Ими стали 28 человек, прошедшие серьезный отбор, тестирование и два собеседования с консультантами. Каждый из них готов к активной работе. Предстоящим вызовам понимает необходимость глубоких изменений в личных качествах. Нам, как навигаторам, отводится здесь ключевая роль. Мы будем практически внедрять методы, которые нам преподаются, контролировать их внедрение. И здесь для меня, прежде всего, конечно же, есть личная мотивация. Хочется и заявить о себе, и приобрести новые знания, новые умения, новые навыки, которые пригодятся в работе и в жизни, наверное, в целом. Ну и, кроме того, хочется верить, что я смогу внести вклад действительно в развитие компании, в развитие предприятия. И очень здорово, что руководство выбрало меня в эту команду. Значит, руководство верит в то, что я смогу внести этот вклад. В команду навигаторов зачислены также сотрудники других предприятий металлоинвеста Михайловского ГОКа, ОМК, Уральской Стали. Они пройдут всю первую волну трансформации вместе с лебединцами и впоследствии станут пионерами развития программы на своих комбинатах. Я считаю, это очень важно, потому что время меняется, меняются требования к процессу, к производству, к культуре производства. Поэтому нам необходимо тоже меняться, идти вновь со временем. Данная новая внедряемая бизнес-система позволит нам идти вновь со временем. Мы будем менять свое отношение к производству. Уровень вовлеченности персонала будет увеличиваться с каждым разом. А если все люди будут вовлечены в производство, соответственно, повысится и производительность труда, и качество продукции. Начало очень обнадеживающее, очень впечатляющее. Встреча стала своего рода установочной. Участники освежили в памяти уже сделанные на пути освоения бизнес-системы шаги, получили представление об основных инструментах программы развития и обсудили дальнейшие планы. Сессия получилась живой и информативной, активно и шло активное обсуждение важных вопросов и обмен мнениями. На топ-командной сессии заложен фундамент работы навигаторов и их наставников. Это начало пути больших перемен, которые принесет с собой бизнес-система. Асы металлургического производства вновь встретились на соревновательных площадках. На ОМК стартовал внутренний этап корпоративного конкурса профессионального мастерства компании «Металлоинвест». Хорошую теоретическую подготовку и ювелирность своей работы уже продемонстрировали машинисты кранов. Подробнее расскажет Екатерина Пресенко. 40 минут, 50 вопросов по специальности, а также по охране труда и промышленной безопасности, оказанию первой медицинской помощи. Режим работы более чем интенсивный. Но для настоящего профессионала нет проблемы найти правильный ответ. Хорошее прохождение теста – это пропуск в практической части. Для этого необходимо не менее 50% верно поставленных галочек. Наибольшее количество баллов соберет тот, кто быстрее всех пройдет тест, кто меньше всего совершит ошибок. Есть уже установленная система баллов. В этом конкурсе мы уделили максимум внимания теоретическим знаниям машинистов кранов. Это будет серьезно оцениваться. Потому как знание требований безопасности, непосредственно работа машиниста крана – это контроль состояния крана. Суметь определить неисправность крана – это тоже имеет большое значение. За испытанием наблюдает Елена Еськина. Сегодня она член жюри, а несколько лет назад была на месте участников. И даже стала победительницей корпоративного конкурса профмастерства. Поэтому понимает и все чувства коллег, и все их волнения. Несмотря на большое напряжение, участвовать в таких состязаниях и поднимать свой уровень знаний просто необходимо, считает Елена. Работа у нас серьезная. Тут всегда надо быть очень внимательным и грамотным. У нас, допустим, в нашем цеху только недавно прошел ежегодный экзамен, который мы должны сдавать по профессии. Интересно посмотреть, как подготовлены все конкурсанты. Машинист мостового крана сортопрокатного цеха номер один Иван Золотых справился с тестированием одним из первых. В конкурсе профмастерства участвуют впервые. Конечно, готовился, волнение присутствовало, но вопросы не очень сложные для меня. Поэтому я считаю, что я справился. А через несколько дней машинисты крана встретились на одной из площадок электросталиплавильного цеха для участия в практической части. К слову, по итогам тестирования к ней были допущены все. Конкурсантов ожидало достаточно непростое ювелирное испытание. Практическое задание по профессии машинист крана заключается в поднятии груза до сигнальной ленты. Потом мы выполняем проезд по данной траектории. Если машинист крана касается сигнальной ленты или стойки, это минус 2 балла. Если касается стойки и стойка падает, то данный участник снимается с практического задания. Десять минут на тренировку, а на само прохождение не более четырех. И здесь права на ошибку практически нет. Провести груз по извилистому лабиринту для обывателя миссия невыполнима. Для профессионала все возможно. Многокилограммовая шайба проскальзывала буквально в миллиметре от ленты. Машинисту было необходимо успокоиться не только самому, но и взять под контроль длинный и беспокойный строп. Ой, там адреналин вообще зашкаливал. Нервы просто на пределе были. Ну, волновалась очень сильно. Если бы меньше волновалась, я думаю, что я бы лучше прошла. Очень тяжело поймать качку, потому что длинный строп и маленькое расстояние. Тяжеловато пройти даже для меня было, для тех, кто здесь работает. А для остальных это тоже будет намного тяжелее, потому что кран чужой, незнакомый. Справиться с волнением и обуздать механизм смогли практически все участники конкурса. По итогам двух испытаний судьи выявили лучших представителей профессии. На третьем месте Антон Румянцев из СПЦ. На втором – Ирина Спицына, представляющая ремонтно-механический цех. На первом – Денис Фатьянов из электростали Плавильного. Обладатели золота и серебра отправятся на корпоративный этап конкурса, который состоится в конце июня на Михайловском ГОКе. Самые сильные и выносливые представители подразделений ОМК состязались в гиревом спорте. Соревнования прошли в рамках 28-й рабочей спартакиады комбината. Кто стал лучшим в этом виде спорта, знает Максим Баркалов. Дири хоть и спорт индивидуальный, но без подбадривания коллектива, друзей, хорошего результата не показать. Поболеть за своих приходят даже с детьми и женами. Это самая важная поддержка. Для них ты всегда победитель. Что касается официальных турнирных таблиц, то в первой группе цехов первое место заняли атлеты электростали Плавильного цеха, на втором – спортсмены второго прокатного и бронза у команды СПЦ номер один. Во второй группе сильнейшей оказалась сборная автотранспортного цеха. Серебро по итогам состязаний завоевали представители цеха окомкования и металлизации, на третьем месте – деревики завода управления. Третья группа. Вне конкуренции – атлеты теплосилового цеха. На строчку ниже в турнирной таблице – техуправление. Третье место за цехом – сети и подстанции. Команда ремонтно-механического цеха очень старалась, выставила своих представителей во всех весовых категориях. Но заняла лишь четвертое место, принеся важные очки в общекомандную копилку своего цеха в зачет 28-й спартакиады ОМК. Каждый представитель РМЦ выбирал для себя особую стратегию поднятия гирь. Токарь Максим Матвеев не первый раз участвует в состязаниях и уже хорошо отработал свой стиль для 10-минутного испытания атлетов. В гирях самая важна техника. Ну и сила – это без силы никуда. Ну, 50 раз сделал за минуту-полторы, отдохнул. И затем продолжил уже кратковременными отдыхами. И так общее количество поднял 118 раз. В гирях можно назвать отдыхом. После работы прийти, поднять там энное количество раз, пообщаться со своим внутренним духом. В гире – это отдых для настоящих мужчин. Именно так. Отдых для настоящих мужчин, сильных духом и стремящихся проводить время не на диване у телевизора, а в спортивных залах, превозмогая себя, достигая своих личных высоких результатов и побед. Все сюжеты нашей программы можно увидеть в YouTube, на канале Осколл-сети, а также на одноименном информационном портале. А на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до встречи. Продолжает работу сайт депутата Белгородской областной думы первого заместителя генерального директора, директора по производству металлоинвеста Андрея Угарова, депутатугаров.ру. На сайте можно записаться на прием к депутату Угарову, узнать информацию о его работе, а также наиболее важные новости о производственной и социальной деятельности компании металлоинвест. Регулярно пополняется новыми изданиями раздел «Книги и буклеты». В настоящее время здесь размещено 10 художественно-публицистических сборников и краеведческих изданий, большая часть которых вышла в свет по инициативе Андрея Угарова. Сайт депутатугаров.ру стал еще более доступен для посетителей благодаря появлению новой функции – версии для слабовидящих. Теперь люди со слабым зрением могут с комфортом пользоваться этим интернет-ресурсом. Редактор субтитров А.Семкин